В Салихарде состоялась ставшая уже традиционная международная конференция «Ямалнефтегаз». Четвертый год подряд в столице округа собираются топ-менеджеры российских и международных нефтегазовых компаний, ученые и представители органов власти. Участники делятся опытом освоения подводных ресурсов Арктики, разработки нефтегазовых месторождений Ямала и геологоразведки. В этот раз остроту диалоговым площадкам добавили внешнеполитические вызовы. Подробности в следующем сюжете. Ожидания не обманулись. Несмотря на кризис, организаторы смогли собрать на одной площадке более 200 участников. Топ-менеджеры российских и иностранных нефтегазовых компаний, инвесторы, ученые и представители высших эшелонов власти в Салихарде ради одной цели – научиться максимально эффективно разрабатывать месторождения в меняющихся условиях. Примечательно, что слово «санкции» произносят исключительно журналисты. Остальным уже понятно – выход России в Арктику настолько изменил экономику, что санкции напоминают не карающий меч, а бессмысленные капризы шаловливого ребенка. Мы очень любим говорить, что мы морская держава. На деле все наши морские выходы не так или иначе закрыты. Или балтийскими проливами, или черноморскими, или там расстоянием. А вот порт Сабет, он впервые позволит сразу выходить уже в открытый океан, что крайне важно для свободы торговли. Порт Сабета и МАУ-СПГ – северный широтный ход проекта, увязанный в один узел. Они тащат за собой десятки отраслей экономики и сотни инновационных разработок. За разработку Баваненковского месторождения коллектив «Газпром. Добыча на дым» получает премию правительства за инновации в области науки и техники. Иностранные ученые до сих пор не могут понять, как можно впаять в Криопеги – грунт, который вообще не несет никакой нагрузки, тонны железобетонных конструкций и выйти на рекордные масштабы добычи. К 2017-му здесь обещают выйти на 115 миллиардов кубометров в год. Самая главная инновация, что мы можем добывать с Баваненковского месторождения 90 миллиардов кубических метров газа в год. Это ни одна компания, которая находится даже на территории Крайнего Севера, не может в таких широтах добыть столько газа. Тяжелые финансово-затратные проекты всегда вызывают массу споров и недоверия скептиков. Однако Ямал-СПГ и порт Сабета уже прошли точку невозврата. Это хорошо понимают иностранные топ-менеджеры, которые даже в условиях санкций не собираются отказываться от работы в России. Мы стараемся сделать так, чтобы санкции никоим образом не повлияли на успех этого проекта. И даже если вдруг санкции начнут как-то касаться проекта Ямал-СПГ, у нас в любом случае есть запасной план. И в любом случае этот проект будет реализован. Конечно, Ямал-Нефтегаз не только выставка достижений. Прежде всего, это разговор о проблемах. И главное – геологоразведка. После распада Союза основной объем поискового бурения проводился силами зарубежных компаний. Санкции остудили пыл инвесторов. И геологоразведочные работы на шельфе до сих пор остаются под вопросом. В этом году в Арктике не будет бурить «Газпром». Возможно, этой же позицией придерживается и Роснефть. Хотя официальных заявлений об этом пока не последовало. В 2012-2013 году впервые в Арктике не было пробурено ни одной скважины. Как я уже сказал, в прошлом году было пробурено две скважины. Это, конечно, объемы по меркам нашего соседа Норвегии достаточно смешные. Там в последние годы курится порядка 10 скважин в год. Хотя нужно, конечно, понимать, что условия российской Арктики, я бы сказал, кардинально отличаются от условий Баренцева моря, норвежского сектора. Но вкладываться в геологоразведку жизненно необходимо. Две скважины, пробуренные на шельфе в прошлом году, преподнесли редкие сюрпризы. Один из них – месторождение Победа в Карском море. Ученые предупреждают – Арктика полна неожиданностей. Именно поэтому она ежедневно требует инновационных решений. Порт Сабета уже изменил мировую экономику. Он позволяет эффективно торговать на рынках Тихого океана. Два года посев морпути в режиме круглогодичной навигации проводят суда со строительными грузами. В августе начнут доставлять блоки для строительства завода Ямал-СПГ. Игроков энергетического рынка интересует один вопрос – стоимость проекта. Сегодня ни у кого нет никаких проблем, вопросов. Все полностью по кругу, от Газпрома, до самых маленьких грузооткровителей подтвердили свое участие и готовность наполнить этот проект в живые мнениях. В ближайшие годы игроков в этом проекте все будет больше и больше. Но для старта этих проектов и для окупаемости этих проектов нам сегодня грузовой базы достаточно. Сегодня власти Уральского федерального округа заинтересованы во взаимодействии с бизнес-сообществом и их активном участии в проектах, реализуемых на Ямале. Вот и тюменский губернатор Якушев обещает – мы с Ямалом. Впрочем, это вполне объяснимо. С учетом огромных запасов нефти и газа регион будет оставаться энергетическим сердцем России как минимум сто, а то и больше лет. Так что главным фактором достижения конечной цели становятся не корпоративные тайны и амбиции газовых генералов, а конструктивный диалог. Субтитры создавал DimaTorzok